Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. В этом видео я покажу вам очень простой фокус от Эдварда Марло. Для того, чтобы показать вам этот трюк, я воспользуюсь колодой Magic Castle. Кому интересна эта колода, как обычно, ссылку на обзор и на покупку в проверенном магазине ищите в описании к видео. Итак, ну что ж, друзья мои, давайте мы с вами потасуем колоду. Хорошенечко, да? И теперь, уважаемый зритель, возьмите абсолютно любую карту и запомните ее. Ну, к примеру, зритель взял эту. Зритель взял эту, запомнил ее. И мы ее убираем в серединочку. Убираем в серединочку, можем немножечко покрутить различными способами, да? И отдаем колоду зрителю со словами. Сейчас начинаешь отлистывать на стол карты и в любом месте останавливаешься, где захочешь. К примеру, зритель начинает отлистывать. И, к примеру, остановился стоп здесь. На этой карте или на этой? На этой, да? Ну, давай посмотрим, что это. О, смотри, до твоей карты осталось совсем немного. Всего лишь 6 карт. Проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, это же не твоя карта, верно? Верно. Но я могу с уверенностью сказать, что вот теперь до твоей карты осталось всего лишь 9 карт. Проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Твоя карта, пиковый король. Вот такой вот легкий трюк, друзья мои. Теперь давайте перейдем и посмотрим, как его делать. Ну, окей, друзья, давайте посмотрим, как выполняется этот трюк. Несмотря на то, что Эд Марло был еще тот ловкач и шулер, но легкие фокусы с подготовкой он тоже любил. Это как раз один из них. Для того, чтобы сделать этот фокус, вам необходимо достать карты одинаковой масти и разложить их по возрастающей от туза до короля. То есть туз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, валид, дама, король. После чего мы эти карты собираем и убираем под низ колоды. Далее мы можем поделать какие-нибудь фальшивые тасования. Либо мы можем сделать индийскую тасовку с сохранением нижнего сбора. Потасовать так вот несколько раз. В итоге наши карты как бы останутся все внизу. Далее. Мы даем зрителю запомнить любую карту. Ну, к примеру, советую вот эти карты нижние особо не раскладывать, а разложить все-таки вот так вот. Ну, к примеру, вот он вытащит, как обычно, где-нибудь вот отсюда. Запомнит ее. Это у него 9 пик. После, когда он ее запоминает, мы делаем свинг-кат. И кладем, просим его убрать эту карту вот сюда наверх. И оставшимися картами накрыть. Обратите внимание, на его карту, на 9, ложится как раз туз. Одна из тех карт, которые как бы у нас в заготовленных, да? Положили. Далее. Можете снова поделать какие-нибудь фальшивые тасования или еще что-нибудь. Вот. И теперь отдаете карты зрителю. Говорите, начни отлистывать количество, любое количество карт, и где хочешь остановись. То есть он начинает отсчитывать карты. К примеру, он сказал, стоп, здесь. Спрашиваем, здесь или здесь? К примеру, он говорит, вот здесь. Переворачиваем карту, это дамокрести. Обратите внимание, нам нужна бубновая карта. Поэтому мы говорим, что до твоей карты еще точно 12 карт. Почему 12? Все карты идут по номиналу. Двойка 2, тройка 3, десятка 10 карт, валет 11, дама 12, король 13 карт, туз 1 карта. Мы говорим, что до твоей карты еще 12 карт. Отсчитываем еще 12. Помним, нам нужна карта бубновая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тройка. Помним, да, что тройка у нас лежала сразу же за двойкой, за тузом. И уже после туза идет как раз карта зрителя. Поэтому мы с уверенностью говорим, тройка. Теперь я точно знаю, что до твоей карты осталось ровно три карты. Отсчитываем. Точно не то, что три, а третья карта будет твоей. Отсчитываем. Раз, это у нас двойка. Два, это у нас туз. И три, это у нас карта зрителя. Вот такой вот простой фокус, друзья, который легко повторить. Друзья, а вот что же делать, если, к примеру, зритель пролистал все эти карты? То есть он пролистал все наши заготовленные вот эти вот картишки, которые лежат снизу, да? То есть давайте рассмотрим эту ситуацию. То есть опять же, да, зритель взял карту, запомнил ее. Мы сделали свинг-кат. У него четыре черви. Также наши заготовленные мы кидаем поверх. Отдаем ему карты. Он начинает пролистывать, да? Ну и, допустим, разберем такую ситуацию, что он листает уж очень долго. Что он листает почти чуть ли не всю колоду. Вот он пролистывает. Есть такие зрители, да, пока им стоп, сам не скажешь, они не останавливаются. Ну, к примеру, вот он, смотрите, уже сколько налистал. Ну, очевидно, что бубновые карты уже все остались здесь. Видите? Здесь бубновых не осталось. И, к примеру, он здесь останавливается. Эти карты мы сразу же убираем в сторону. И работаем только с этими оставшимися. Почему? Потому что отсчет у нас теперь пойдет назад. Итак, где остановился зритель? Зритель остановился здесь. Троечка, да? Мы говорим, ну что ж, до твоей карты где-то еще три штуки. Раз, два, три. Теперь до твоей карты шесть штук. И мы так отсчитываем, пока нам не попадется первая бубновая карта. Шесть штук, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Туз. И вот смотрите, когда выпадает бубновая карта, эти карты мы убираем. Она будет не следующая, потому что отсчет у нас пошел туда, в сторону, в другую. Мы убираем эти карты. От греха подальше убираем эти карты. И оставляем только те карты, на которые у нас выпала бубнушка. Мы говорим, туз, это одно очко. Поэтому, соответственно, твоя карта будет следующая, да? То есть мы берем так вот ее, переворачиваем. И вот она, карта зрителя. Вот такой вот нюансик нужно знать, чтобы уметь обрабатывать те моменты, когда зритель ушел уж очень далеко. И, соответственно, все ваши заготовленные карты остались в пролистанных. Ну что ж, друзья, фокус несложный. Берите его себе на вооружение и смело показывайте. С вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И обязательно подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. Там вы найдете фокусы, которых нет в свободном доступе. Ну, теперь точно все. Пока.